итак качатель индуктивности качер по-другому значит вот собран здесь внешний вид и указан значит это вторичная катушка первичная катушка здесь имеем блок питания который с 220 преобразует от 0 до 15 вольт регулируемый постоянного тока в данный момент стоит 12 вольт при силе тока 1 ампер можно использовать компьютерный блок питания на 12 вольт здесь мы имеем резисторы 150 ом и 2 и 2 килоома и соответственно соединительные провода и транзистор тип p702 транзистор обязательно ставить на радиатор в данном случае вот для эксперимента достаточно без радиатора и обычная лампа экономная дневного света для проверки работоспособности устройства если устройство собрано правильно она начинает работать сразу же если она не работает и нужно поменять местами выводы первичной катушки то есть зеленые и красные провода значит теперь по соединениям минус от блока питания идет один провод идет на эмиттер транзистора и идет вот сюда на 150 ом от центра делителя выходят два провода один идет на вторичную катушку здесь на видео будет плохо видно и и идет на начало вторичной катушке второй идет вот сюда на базу транзистора плюс идет на 2 и 2 килоома а также идет на нижнюю часть первичной катушки сверху от первички зеленый провод подходит к коллектору если схема не работает соответственно нужно поменять полярность первой катушки потому что поля у них должны совпадать для проверки работоспособности устройства следует его включить подать напряжение на него и прислонить обычную лампу экономная вот сразу видно что она загорается здесь натухнет вот примерно с этого расстояния на загорается желательно не прикасаться вот к этому выводу вторички поскольку получите достаточно болезненный удар электрическим током однако он не опасен сейчас попробую показать поближе вот видим вот видно разряд отдельно с этой катушки сделан дополнительный вывод для проведения экспериментов чтобы увеличить кпд устройства можно сделать следующее первое это увеличить напряжение питания но радиатор на транзисторе обязателен это самое главное условие в любом случае чтобы еще более увеличить кпд следует обратить внимание на первичную катушку для этого надо снять с катушки изоляцию вот так пускай горит для этого надо снять с катушки изоляцию и пробовать зеленым проводом вводить по виткам катушки и по лампе наблюдать наибольший максимум излучения также можно растянуть слегка катушку но она не должна превышать 1 3 высоты вторичной катушки чем толще первичка тем больше кпд но тоже нужно соблюдать пропорцию слишком толстую шину брать не стоит куда е да но вы Продолжение следует...